Продолжение следует... Продолжение следует... Мы измеряли объем кости во всех плоскостях. Мы строили 3D-модели. Можно увидеть, где находится уровень кости. И как выпирают корни. И что фактически они не закрыты. Вот где уровень кости. Здесь на самом деле картина та же самая. Вот он. И вот здесь он вот. В дальнейшем мы будем наблюдать, что здесь что-то образуется. Как нам говорили скептики. Или, как нам говорили, накладываются ткани на компьютерную томографию. Ну вот какие же ткани тогда с наркожи могут накладываться, если никакой в проекции здесь нет костных структур. Так или иначе, люди, которые оценивали наши данные, они все сомневались, были, что это не то все. Это какой-то отек от операции, видимо. А касаемо изменений на срезок компьютерной томографии, поскольку на тот момент объем данных был незначительный, то, в общем, также вызывал сомнения, что действительно образуется эта костная ткань. И она, в общем, состоятельная. И что она образуется из материала. Но вот поскольку эти данные, первое, КТ, не является доказательным методом. Второе, в общем, таких данных вот прям четких границ мы не могли определить. В чем есть и особенность КТ. Нами было принято решение дальнейшее исследование этой тематики уже на клетках. И те животные, которые были использованы для моделирования операций, они же одномоментно и были использованы в рамках исследования гистологического. То есть мы у них забирали объекты и затем их красили и оценивали состав гистологической ткани в зонах установки материала или без него и так далее. Об этом мы тоже поговорим. Клинические фотографии. Мы стараемся их особо там не пересвечивать и не перетягивать. Для нас самое главное это хорошая видимая часть оперативного поля. Сейчас я на самом деле режу их еще плотнее. То есть мы убираем вообще вот эти края, потому что в принципе уже смысла нет. Вот здесь можно было бы губу вот этот зуб отрезать тоже. Но ты сейчас уже смотришь, потому что статья напечатана 4 года назад. Мы ее дописывали многократно, а случай этот действительно срок довольно большой. Значит, нами была разработана еще одна полезная таблица. Это трафарет для выбора операции устранения одиночной рецессии с Дисней в зависимости от ее класса по Миллеру, убыли сосочка в соответствии с классом по Тарну и учета тех показателей, которые не учатся классификации по Миллеру и, собственно, на которые не ссылается вот так комплексно ни один из источников на сегодня. Это тоже наша собственная разработка. Мы измеряем ширину прикрепленной Дисны опекально-латерально, и образию твердых тканей зуба мы учитываем, и толщину кератинизированной Дисны. В зависимости от этих параметров мы можем точно сказать, каким методом одноэтапным, двухэтапным, однослойным, двуслойным, с трансплантатом, с ТМО сочетанно или взаимоисключаем субститутно можно устранить со стопроцентной эффективностью данный вид в данном случае рецессии Дисны. На сегодня эта таблица дописана. Мы отработали также вот эти все ячейки, где было недостаточно данных, потому что они действительно набирались. И теперь, где мы можем точно рассказать о том, что происходит. А также снизу еще добавилась одна строчка – это мелкое преддверие полости рта, которое мы не учитывали. И вот в ближайшее время ожидайте, как-то эта таблица расширится однозначно. И нам хотелось бы тоже заниматься патентным поиском в области регистрации данных научных объектов как программ для EWM. Очевидно, что это выбиралка компьютерная. Ввел данные, тебе показали фотографию типичного случая и затем рассказали, как его оперировать. Ну, честно, мне кажется, это очень удобно, просто, наглядно и полезно для практикующих врачей. Это я все показываю наши публикации, наверное, так, как вы поняли, которые вот вышли за этот период. С 2014 года мы этим занимаемся. Как только была возможность уже публиковаться, объем данных, он был достаточный. Сначала, конечно, мы этим занимались факультативно. И только, наверное, последние три года действительно ведем эту деятельность вплотную, постоянно. И мы расширили себе виды экономической деятельности, включив туда научную работу. Мы участвуем в грантах РФФИ, Роснана и, в общем, других организаций как раз по разработке образовательных программ и исследованию объектов, которыми мы и занимаемся. То есть, это аллогенные материалы в данном случае, это твердомозговая оболочка. И проблематика в сравнении рецессии десны, она сегодня добавилась еще в несколько направлений. Это средства для регенерации в полости рта при различных состояниях и исследования, собственно, растительных комплексов в различных формах выпуска по их различным свойствам, биологической активности, освобождения активного компонента, профилю безопасности, эффективности, удобства применения и так далее. Журнал самостоятельно редактирует, как вы понимаете, фотографии, в смысле не редактирует, а фотографии, компонует их и выбирает, какого размера они будут. Хотя мы всегда стараемся делать их, конечно же, максимально информативными и обзорными, и четко детализированно показывать те важные аспекты, моменты и объекты, которые являются необходимыми для демонстрации и подтверждения тех данных, которые проведены в статье. Это сводная таблица. На сегодня это разработанная нами карта парадонтологического пациента, у кого есть рецессия десны. И мы, очевидно, здесь учитываем сначала номера зубов и основные показатели – это глубина рецессии, толщина киротензированной десны, ширина киротензированной десны и расстояние от режущего края до зенитной рецессии, размер зубов десневого кармана в миллиметрах, используя парадонтальные зонты. Затем, когда мы пациента оперируем, и вот эти данные у нас копятся, 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 это всего по одному пациенту были приведены данные, мы оцениваем, мы берем эту полную таблицу и указываем, какой материал сюда ставился. Еще на сегодня мы пишем сюда, конечно, класс рецессии, в начале самом, и если она остается, в конце тоже. И также используем такой показатель, как процент закрытия корня зуба. Считается, что все, что больше 80 – это победа. Ну, то есть там, где у нас есть результаты, за больше 80 мы не берем их. Но давайте посмотрим, например, где 50, чтобы вам было понятно. Глубина рецессии 16-го зуба была 6 мм. Это очень большая рецессия, очень глубокая. Особенно при таких показателях, как отсутствие ширины полного. И размер кармана 1,5 мм при толщине 1. В общем, это, конечно, очень печальный зуб. И непонятно, как его оперировать. То есть, когда нам удается через 12 месяцев получить на этом зубе 3, сформировать толщину в 1,5 мм, создать 1,5 мм прикрепленные десны по высоте, закрыть, очевидно, на 1,5 мм размер, да, расстояние от речущего края до зенита рецессии. И, ну, как бы карман здесь сохраняется, в общем, не является ведущим показателем. Мы получаем 50. На самом деле это тоже победа. Поэтому эта модель не работает. Но у нас еще есть случаи, когда образуется вот этот объем мягких тканей больше в 1,5 или больше раз. И мы получаем здесь цифры там 133% или 167. Они явно сюда не попадают. Ну, то есть, сама модель, как показатель процент закрытия корня зуба, на самом деле, не является, получается уникальным. Потому что, видите, как рвутся различные результаты. То есть, в случае каких-то простых клинических ситуаций, наверняка, но поскольку мы бьемся здесь все-таки не за эстетику и покрытие корня зуба мягкими тканями, а для реального создания поддержки костной структуры для объема мягких тканей и повторно формирующей связки, вокруг зуба после устранения рецессии десны, и замещения объема пластического материала частично костной, частично соединительной тканью с формированием плотного тканного прикрепления, то тут, конечно, один показатель закрытия поверхности корня зуба не является ведущим, очевидно. Или когда мы делаем из 3-х 1. Да, это же тоже не то. Ну и так далее. Тут есть такое тоже из 4-х 2. Поэтому такие показатели встречаются. Ну или там было 2, стало 1. Но, допустим, у нас серьезно поменялись, как вот здесь показатели. То есть у нас был 46-й зуб, например, мы посмотрим, была рецессия 2, а стало 1,5. Да, смешно вроде бы. Здесь была толщина десны 0,8, стало миллиметр, ширина была 1, а стало 2,5. То есть это существенно поменялось. И у нас поменялось очень сильно ширина кератинизированной десны, которая стала из 1,4,5. Да? Это, конечно, очень много. А получается 50%. Ну, в общем, ладно. Идем дальше. Так или иначе, мы обязаны были тогда применять эту модель. На сегодня мы все-таки пишем более... Используем другие показатели и подвергаем их статистической обработке. Это тоже, в общем, будет в будущих статьях. Обязательно. В первой статье была статистика, но ее решили почему-то не показывать. Используется гдеacas. Те, только за э stronами Hash ahorера, Это с официальным созданием моего прошлого денег часа, А на секунду х 현üll. И в будущих, до 2000енносящих, Их здоровье уже собирается. Игорь, что снойổе.